Всем привет, добро пожаловать на канале Батти из СССР, Кирилл Геймспайр. И сегодня мы поговорим о том, что такое аирдропы и как на этом зарабатывать. Разберем, почему проектам выгодно проводить дропы, что вам нужно, чтобы участвовать в них, какие условия нужно выполнить, чтобы получить ретро-дроп и примеры самых успешных дропов за последний год. Плюсы и минусы этой сферы. Поехали! Первое, о чем я хотел бы рассказать, это что такое аирдроп и привести примеры успешных аирдропов. Аирдропы это вознаграждение людей токенами за выполнение заданий проекта. Токен раздается бесплатно, вы можете либо продать его сразу, либо захолдить, смотря на перспективу проекта и ваше желание. Давайте приведу в пример успешный дроп ТВТ в 2020 году. Раствалит провел компанию, в которой можно было забрать за одного рефа 100 баллов, и сам реф тоже получал 100 баллов. Это все можно было мультиачить с помощью симулятора мобильного у вас на ПК и регистрировать по рефералке кошели. Можно было забрать на этом дропе 100 или даже 300 тысяч долларов, ну смотря на сколько бы вы усердно обузили. В дальнейшем эти баллы конвертировались в токены, а в данный момент цена одного ТВТ 88 центов. На пике их можно было слить по 2,7 баксов. И вот еще один пример, аирдроп 1 инч. 3,5 миллиона токенов были разделены между 1300 участниками второй программы майнинга ликвидности. А 5 миллионов монет разделили 9 тысяч пользователей Uniswap. На момент дропа токен 1 инч стоил 1,5 бакса, а на пике их можно было разгрузить по 8,6. Итак, давайте теперь разберем, что нужно, чтобы получить аирдроп. Чтобы получить аирдроп, вам нужно выполнить простые действия. Например, ввести свой кошель. Главное не вводить свой основной кошелек, если этот проект сомнительный. Для таких проектов лучше создавать отдельные кошельки. Подписаться на соцсети. Ответить на вопросы и много еще разных действий, допустим на сайте Glimo. Некоторые проекты дропают токены, некоторые NFT. В некоторых случаях дроп выдается только тем, кто взаимодействовал с проектом до определенной даты. Или выполнял определенные условия, как например SUI или тот же OneInch. Но их призы стоили тысячи долларов. И это уже называется ретро дроп. А теперь давайте разберем, что такое ретро дроп. Это разновидность аирдропа, при которой сыпят токены ранним пользователям проекта. То есть тем, кто юзал проект до снапшота. Такие проекты делают снапшоты с разными мультипликаторами. О них мы поговорим чуть-чуть позже. Сейчас давайте разберем два типа ретро дропов. Майонеты и тестнеты. Для майонета вам потребуется вложение от 5 долларов и более. Все зависит от ваших целей и вашего капитала. Частенько проекты дропают достаточно существенные суммы на один аккаунт. Как например Арбитру в марте этого года. Около полторы тысячи долларов на один кошелек. Если вы обузились нескольких кошельков, то можете сами прикинуть сколько могло выйти. Для тестнета вложения не нужны абсолютно. Их можно гонять с помощью тестнет токенов, которые вы наливаете в тестнет кранах сетей. За тестнет можно как не получить дроп вообще, получить до 100 долларов на кошель, либо вообще забрать полторы, а то и три тысячи долларов, как это было в случае дропа Аптоса. Когда вам нужно было всего лишь заметить NFT в тестнете или просто заполнить форму валидатора. Теперь один из главных вопросов. Зачем проекту AirDrop и чем вообще это выгодно? Проекты раздают бесплатные токены для того, чтобы расширить охват и увеличить количество пользователей в их же сети. Чем больше держателей, тем более надежный выглядит токен и тем более децентрализированным является проект. Пользователи увеличивают охват проекта и при этом имеют хороший шанс заработать даже с минимальными вложениями. А теперь давайте поговорим. Какие условия нужно выполнить, чтобы получить ретро дроп? Для начала разберем, что такое снапшот. Во всех случаях проект делает именно его для того, чтобы определить, кто из вас получит награду. То есть вы выполняете какие-то действия, так как-то взаимодействуете с проектом до снимка и выполняете все условия. В таком случае вы получите дроп на свой кошелек. Но для начала давайте вообще разберем, что такое снапшот. Во всех случаях проекты делают именно его для того, чтобы определить, кто из вас получит награду. То есть, если вы выполнили какие-то действия и как-то взаимодействовали с проектом до снимка и выполнили все условия, то в таком случае вы получите дроп на свой кошелек. Как именно делают снапшот? Когда делается снапшот, настраиваются определенные мультипликаторы. То есть условия, которые проект выставляет при снапшоте, чтобы отобрать тех пользователей, которые ему подходят. У всех проектов абсолютно разные мультипликаторы и условия. Вот некоторые примеры таких мультипликаторов. Совокупный объем сделок на платформе. Общее количество сделок на платформе. Смотрят, насколько старый кошелек. Сколько активных дней вы и кошелек использовал продукт проекта. А также сколько использовал контрактов и сколько использовал сетей. Еще бывают мультипликаторы, такие как холд токенов в пуле ликвидности. И клейм покупка, либо же холд NFT проекта. А теперь давайте перейдем к минусам и плюсам данной сферы. И начнем, наверное, с минусов. И первое, что я хочу сказать. Ретро дропы не гарантируют вознаграждение. И даже если дроп будет, нет гарантии, что вы выполните условия для его получения. Существует риск не получить дроп вообще. Если вы не выполнили все условия, то снимка. К примеру, вы ввели токены из их пула. Либо продали NFT, которое нужно было холдить. Что касается дроп хантинга. Вообще это читинг. И идентифицируется и исключается проектами из процесса получения дропов в принципе. Нельзя связывать кошельки однообразными действиями. Это раз. Во-вторых, нужно активно использовать со всех кошельков протоколы и саму площадку. Самое главное из этого всего. Что с каждого мультиака вы должны вести себя как реальный пользователь. Так, а теперь давайте перейдем к плюсам и преимуществам. Из плюсов и преимущества есть только один самый жирный пункт. При успешном участии в ретро дропе можно получить очень щедрое вознаграждение. Особенно если вы обузитесь нескольких аккаунтов. А теперь давайте подведем итоги. Хоть минусов и больше, но я считаю их незначительными. Риск реворд в сфере ретро дропов оправдан. И так как если вы будете делать все правильно, вас ждет успех. И вы сможете масштабироваться. Если у вас нет банка для того, чтобы начать с майнетов, всегда можно начать с тестнетов и амбассадорских программ. Если у вас есть 500 долларов для старта на майнетах, это супер отличный шанс начать именно сейчас. В своем дневнике GameSpire я каждый день почу свежую инфу по дропам, которую я сам делаю и которая не всегда будет подпадать в видео. Освещаю новые проекты и рассказываю о том, как правильно и безопасно этим заниматься. Обязательно подписывайтесь на него. А также в скором времени откроется мой приватный чат, в котором вы сможете общаться со мной. Искать помощь в любых вопросах, касающихся дропов. Узнавать новости первыми. Делиться опытом. А самое главное, там вы найдете подробные видео инструкции по безопасности, настройке ферм, инструкции по отдельным проектам и многое другое. Всю информацию по приватному чату вы сможете найти в шапке нашей группы и оформить подписку через телеграм-бота. В следующем видео я расскажу, как начать делать дропы и выделю самые важные пункты для старта. На этом я с вами прощаюсь. Надеюсь, это видео вас мотивирует работать со мной в этой нише, зарабатывать хорошие деньги и развиваться. Я желаю вам всем удачи и терпения. Хорошего дня. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok